Установка контейнерных площадок, вывоз твердых коммунальных отходов, начисление по тарифу и действия льгот – это еще не весь список вопросов, которые озвучили жители. Каждое обращение внесено в протокол встречи. Региональный оператор отметил все проблемные точки в городе, где еще полностью не оборудовано пространство под сбор и вывоз мусора. Такие встречи, скорее всего, будут на постоянной основе, потому что эта тема животрепещущая, и пока у людей не будет вопросов, мы будем встречаться и стараться решить совместно все проблемы. Региональный оператор проводит большую работу не только со взрослым населением. Вовлекаются в процесс раздельного сбора мусора и дети. Они принимают активное участие во всех акциях и уже самостоятельно следят за тем, как родители утилизируют те или иные бытовые отходы. Сейчас у нас есть опыт проведения экологических уроков в школах и в детских садах. И, как правило, дети являются самыми первыми инициаторами внедрения раздельного сбора. Как правило, на каждой кухне заводятся два ведра, два мешочка, в которые складываются два вида отходов. Региональный оператор постепенно устанавливает новые контейнеры. В городе появились серые и синие машины для раздельного вывоза мусора. Конечно, не все идет так быстро, как хотелось бы. Главное, что власти контролируют работу компаний на местах и не допускают нарушений, взятых на себя обязательств. По итогам встречи будут детально проработаны все обращения и через две недели проведен повторный прием жителей. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.